Друзья, доброе утро! Приближается день начала соревнований, болиды. Ну, я, конечно же, о чём я теперь буду говорить все эти дни, конечно же, о формуле. Потому что мне кажется, что весь город подчинён формуле. Конечно, это не так. Если пройти на соседние улицы, там также ходят автобусы, так же народ спешит на работу, так же где-то там работают, учатся дети. Жизнь идёт своим ходом в городе. Но в нашем квартале совсем другая жизнь, инопланетная. Мы живём в формуле. Мы живём в формуле. Мы просыпаемся в формуле, засыпаем в формуле. Я слышу звуки подготовительных работ. Всю ночь копошатся какие-то вот уборочные машины. Что-то происходит. И я поняла, что когда мы позавчера с моей дочкой гуляли и шли по Гаджибеково уже обратно, и я буквально два кадра показала вот эти пустые ангары на Гаджибеково, что сказала, здесь будут формулы, и стояли большие-большие такие контейнеры прямо около нас у дороги. И вчера, когда я открыла интернет и прочла, что приехали болиды, приехали из Шанхая и Бахрейна, прибыли огромные контейнеры с болидами. И там на фотографии вот эти контейнеры. И я поняла, что мы прошли прямо мимо этих волшебных болид. И вчера в подтверждении, что они уже здесь, я слышала рёв. Ви-и-и! Заводили моторы, проверяли. Я думаю, что даже уже сегодня-завтра начнут носиться по трассе, проверять трассу, осваивать, знакомиться с поворотами. Это очень волнительно, очень здорово. Птички поют. Утро сегодня замечательное. Я проснулась и на телефоне показала 30 градусов. Но сейчас я не думаю, что 30. Возможно, днём будет 30. Есть небо голубое, ветра нет совершенно. Вот прям вот воздух застыл в ожидании замечательных событий. Боньке с Чендлером, например, очень нравится вот эта подготовительная работа к формуле. Им нравится, что перекрыли Гаджибекова. Они могут бегать где хотят, прям по дороге, переходить где хотят. Бежать к любому Костику, который им нравится. Видите, вот там идёт сбор работников. Видите, вон инструкция, инструктируют работников, секьюриты. Кстати, я вчера почитала, там кое-что уже нашла. Вон идёт целый отряд ещё милиционеров. Я почитала, значит, волонтёры. Будет очень много волонтёров, которые будут помогать. И какие у нас требования к волонтёрам. Ну, возраст не младше 16 лет. Хорошее знание английского. Умение не растеряться в стрессовой ситуации. Такие вот у нас в касках работники. И, значит, там ещё целый отряд выстрелился. О, это они приехали на автобусе только что. Вон там. Да, умение не растеряться в стрессовой ситуации. И рвение, страсть, трудолюбие. И желание вот всё сделать как можно лучше. Вот это такие требования у нас к волонтёрам. Ну, мы знаем, что сейчас. Вернее, мы не знаем. Но так как я подписана на Алексея Попова. Кстати, он ещё, по-моему, не приехал. Замечательный комментатор, которого я очень люблю. С Натальей они комментируют все гонки. Сейчас мне постоянно приходили извещения на YouTube, что они в Шанхае. Уже закончили гонку и, значит, было в Шанхае. Следующая гонка будет в Испании. Потом Монако, потом Мадрид. Вот так. Вот у нас вот такие вот работы. Как бы меня не замели с моими съёмками. Наш угол, замечательный угол. События там будут так и кипеть. В люке будет висеть иностранный комментатор. Я буду торчать на балконе, а он будет махать мне рукой. И нет-нет запускать нас в кадр. Ой, это будет здорово. Не знаю, я, конечно, когда это всё строилось, возводились эти ограждения, всё, конечно, ворчишь. Ой, тут загородили, мы не можем пройти на бульвар. Тут плохо, тут неудобно. Но когда наступает сам момент формулы, не знаю, я просто в восторге. Ты находишься в какой-то горячей точке, в самой гуще событий. Это просто гениально. Здравствуй, Пушкин. Александр Сергеевич. Очень часто возлагают ему цветы, приходят дети. Иностранцы фотографируются с Пушкиным. Ну что, друзья, мы поспешим домой. Нас ждёт вкусный завтрак. Вы даже уже догадываетесь, какой завод Чаряин. Масло. И кусочек очень-очень терпкого ароматного сыра, который без хлеба, без масла даже невозможно есть. Кстати, магазинчик, в котором мы каждое утро брали горячий хлеб, он уже от нас отрезан. Он уже вчера ночью закрылся, и все формульные дни ребята будут отдыхать. Потому что нам, например, к нему уже не пройти. Он как бы на вот этом внутреннем островке остался. А прибалтийский магазин сказал, что нет-нет-нет, мы не закрываемся. Он тоже напротив нас. В любой момент вы можете сделать заказ, и мы вам принесём его вот через тот переход, где 160-я школа. Вот всё-таки подробности я вам рассказала. Итак, друзья, пока мы поспешим к этим работникам, и через них пройдём свой... к себе домой. Пока! Красавица, дом правительства. Тоже будет смотреть на формулу, тоже будет болеть. У него с одной стороны... Вон они, ангары, вон белые крыши. С другой стороны трибуны. Кстати, я посмотрела вчера, ещё открыла сайт билеты. Значит, билеты на трибунах. Самые дорогие вот здесь, где Абширон. Вот тут Абширон у нас. Так, Мариот. Здесь самые дорогие, по 750. Наверное, есть ещё и более дорогие. 750 – это значит на эти дни. С четверга по... С четверга по воскресенье. Остальные трибуны по 700... 550, 650. Вот так. Если у вас на один день, конечно, дешевле. Ну и, соответственно, те, кто покупает билет, у них вход на вип-зоны, вход на бульвар. То есть бульвар тоже будет закрыт. Ну и там те, кто, значит, имеют вход на бульвар и так далее, купили билеты. У них все удобства. Они могут и там для детей площадки. Для детей площадки могут детей пристроить. Они будут играть. Ну что, друзья, я пошла домой. Работа кипит. Вот это вот я вчера тоже сфотографировала. План трибун. Как раз там и план гонки. Немножко наш угол. Я думаю, вам будет интересно. Так, быстренько сниму, пока меня не замели. Вот у нас там проходная. Тут у нас машины. Как бы гараж. И вот такая вот здесь будет будка. Все. И вот это хагани. Это карман. Все. Сняла, пошла. Продолжение следует.